Известно, что Россия населена на интеграцию со Западом, но в то же время известно, что руководитель одного из крупнейших потверных инвесторов в России, господин Билл Брауда, недавно был отказан от въезда в Россию. Многие инвесторы и западные дипломаты обеспокоены этим, не понимают, почему, и многие думают, что, возможно, это может отвратиться на приток инвестиций в Россию. А вы не могли бы сказать, почему был отказан без объяснения, и могут ли быть другие случаи, которые мы не можем узнать? Кого вы имеете в виду? Я просто не расслышал. Кому отказан во въезде? Руководитель компании Hermitage, которая является самым большим инвестором в фондовой бирже России, господин Билл Брауда. И, по-моему, премьер-министр Британии мог бы тоже обсудить эту тему с вами сегодня. Откровенно скажу вам, я просто не знаю причин, по которым конкретному человеку отказано во въезде в Российскую Федерацию. Могу себе представить, что этот человек нарушал законы нашей страны. И если другие будут нарушать, мы и другим откажем. А тем, кто приезжает к нам для того, чтобы работать, тем более инвестировать в Российскую Федерацию, в нашу экономику. Мы будем оказывать всяческую поддержку и содействие. Иностранные инвестиции, прямые и портфельные, растут. Я сейчас не буду называть цифр, они очень неплохие. Во всяком случае, мы ими удовлетворены. Растёт и капитализация российского рынка. Она самая большая за прошлый год в мире. Самая большая капитализация в мире. Поэтому мы крайне заинтересованы не только в притоке инвестиций, но и в работе с порядочными и профессиональными инвесторами, которые действительно хотят на долгосрочной основе работать в российской экономике. Коллега в бордовом, так сказать, с рубашки. Георгий Нилаш, газета «Невсовачак», «Виангрия». По поводу декларации о борьбе с терроризмом, это говорит о том, что есть общие ценности участвующих в «осьмёрке». Но говорит ли это о том, что в конкретных случаях тоже есть соглашение о том, кто считается террористом? Я имею в виду, например, господин Закаев, на основе этой декларации, по вашему господину Путину, будет ли выдан Россия или нет? Спасибо. Как вас зовут? Георгий Нилаш. Георгий Нилаш, спасибо вам большое за этот вопрос. Мне бы даже нечего комментировать, потому что вы так его сформулировали, что заострили проблему взаимодействия по самому важному вопросу сегодняшнего дня. Одному из самых острых взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом. Естественно, вот когда нам говорят, давайте мы упомянем Сирию или Иран или ещё какую-то страну, а почему не упомянуть тогда и других, которые укрывают на своей территории людей, которые совершенно очевидно являются террористами? И для этого не нужно где-то ковырять в каких-то архивах, у нас доказательства есть, видеоматериалы его преступной деятельности. И если возникают такие вопросы, то мы не должны замыкаться, не должны скатываться на критику в адрес друг друга, но должны искать приемлемые решения. Мне показалось, что нас в принципе понимают. В некоторых странах действительно сложная правовая и судебная система, и криминальные элементы, в том числе и люди, замешанные в терроре, пользуются этим. А пользуются этим для того, чтобы разрушать цивилизованные страны и те базовые принципы, на которых сегодняшняя цивилизация и демократические страны основаны. Мы это должны наконец понять, осознать и предпринять необходимые действия для того, чтобы ситуацию в этой сфере изменить. — Средний ряд коллег в синей куртке. Пожалуйста, редкий случай. — Спасибо большое. Радио «Свобода» Данила Бельпирович. Владимир Владимирович, Вы перед саммитом встречались с гражданской «восьмеркой», достаточно плотно с ней работали. И скажите, Вы многое обещали, Вы сказали, что Вы сидите с единомысленниками, и Вы передадите все, что они Вам говорили, коллегам. Как произошло все это, произошло ли? Расскажите об этом. — Да, мы так и сделали. И действительно, по многим вопросам мы являемся, я, откровенно говоря, даже не ожидал, по многим вопросам, например, по экологической безопасности, по той же энергетике, по образованию и по многим другим темам, которые мы сегодня обсуждали, действительно, позиция официальных властей Российской Федерации совпадает с представителями многих неправительственных организаций. А я как обещал, мы так всё и сделали. Если Вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чём они говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты, Вы наверняка найдёте там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран «Восьмёрки», и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это всё в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы. — Пожалуйста, передайте тоже в этом ряду, вот там в полосатой рубашке коллега, например, поднял руку. Прошу Вас. Встаньте, пожалуйста, если Вы меня слышите. Да, вот, пожалуйста. — По какому принципу? — Из эстонского радио. Когда у России будет такая политика, что у Вас будет за границей... Извините, мой плохой русский язык. — Нет, ничего, отличие. Если бы я так говорил по-эстонски, как говорится, я был бы счастлив. Спасибо, что Вы так говорите. Это знак уважения к моей стране и к моему родному языку. Благодарю Вас. — Вы знаете, что у Вас будет дружественное государство за границей, например, Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Украина невраждебные? — Вы знаете, дело в том, что нам с Вами с времён Советского Союза досталось сложное наследство, потому что в рамках единого государства многие проблемы были скрыты, их не видно. — Почему мы сегодня так внимательно относимся к взаимоотношениям центра, допустим, в России федерального и регионов? — У нас на территории России две тысячи потенциальных территориальных конфликтов между субъектами Российской Федерации. То же самое было и в рамках Советского Союза. — Поэтому нам нужно спокойно, без истерик разобраться со всеми этими проблемами, с пониманием того, что будущее только в том случае будет обеспечено, если мы сможем сформировать вот такие дружественные отношения и получать выгоду от нашего взаимодействия. — Она огромна, тем более для такой небольшой страны, как Эстония. Вы знаете, какой доход в бюджет Эстонии идёт от перевалки наших грузов, какой доход идёт вообще от многосторонней экономической деятельности с Россией. — Мы готовы развивать её дальше, но нам бы хотелось, чтобы некоторые вопросы, повторяю, очень сложные, доставшиеся нам из общей истории, не политизировались. — А договорённости, которых мы достигаем, исполнялись. Я имею в виду в том числе и наши предварительные договорённости с правительством вашей страны об урегулировании вопроса пограничного размежевания. Для нас странно, когда правительство подписывает один документ, а из стен парламента он выходит в другом, неприемлемом для нас виде. И наши эстонские партнёры знают, что это для нас неприемлемо. Зачем тогда вся эта игра? Вот, повторяю, я ничего не хочу нагнетать, у нас достаточно терпения и здравого смысла. Я знаю, что и в Эстонии есть люди, которые настроены таким же образом. Будем работать. — Пожалуйста, дамы в третьем ряду.